Привет, ребят! Зря я надеялась, что моя переводчица неправильно поняла или что неправильно изъяснился доктор, который нам звонил домой. Чему быть, того не миновать. И да, будет ещё один раз операция. Я, конечно, была в шоке. Сейчас я пришла в себя и решила, что мне надо держать курс на победу. Я уже через очень многое пришла, так что сейчас совершенно неохота идти ко дну прямо уже возле берега. Будет операция на следующей неделе. И что мы будем делать? Мы будем ещё один раз открывать вот это вот всё дело, доставать силикон и чистить. Дело в том, что при первой операции мне достали 6 лимфоузлов. И все 6 лимфоузлов оказались поражёнными. Оказывается, они как сделали? Они достали кусочек жира, который находился ближе всего к опухоли. И сдали этот кусочек жира на анализ. И в этом кусочке жира у каждого человека могут найти по-разному лимфоузлов. У меня, допустим, нашли 6 лимфоузлов. У тебя могут найти 10 лимфоузлов. У другого могут найти 20 лимфоузлов. Это у каждого человека по-разному. И оказалось, что вот в этом кусочке жира абсолютно все лимфоузлы, которые там нашли, они все поражённые. То есть логически существует вероятность, что мне не извлекли абсолютно все лимфоузлы, что там в подмышке остались ещё лимфоузлы, которые поражены раком. Сейчас они хотят удалить ещё кусочек жира или вообще, я не знаю, как они там удаляют и как они смотрят по УЗИ, для того, чтобы исключить вероятность, что там останется хоть одна клеточка, которая болеет раком. Я, девочки, конечно же, боюсь, так же, как и вы боитесь, но это совершенно не повод сейчас истерить. Это совершенно не повод начинать бить тревогу и плакать, потому что это забирает очень много сил. Нужно быть крепкой, нужно держать всю свою волю в кулачках и нужно понимать, что судьба – это и есть характер. От того, что я сейчас раскисну и скажу, что всё, я не доверяю медицине. Если в Германии меня не лечат, а калечат и совершают медицинские ошибки, то что же там говорить о Румынии или о Молдавии? Нет, я так не буду думать. Я буду думать, что это правильное решение, что это такая специфика работы, что врачи всё сделали правильно. Я так хочу думать. Это лучше всего и это правильный настрой для того, чтобы у меня были силы идти дальше. Не раскисать и не останавливаться, а идти дальше. Потому что будет не легко, будет сложно. Я уже была в больнице, я уже проходила через одну операцию, я знаю, что это нелёгкое испытание, но выхода нету, надо так надо. И то, что в первый раз всё пошло не так, как надо, это не значит, что и во второй раз тоже пойдёт всё не так, как надо. Всё-таки сейчас я уже иду по протоптанной тропинке, и сейчас я уже знаю, что ожидать. Сейчас я уже настраиваюсь, что будет больно, что может быть опять будет кровотечение, что меньше чем 7 дней я в больнице не проведу. Поэтому уже во второй раз это всё-таки как, ну, не первый раз замужем, да, уже во второй раз, уже мы там были, мы уже знаем, как там оно есть. Что ещё буду делать? Почему открывают здесь? Это решил мой хирург, открыть ещё один раз и посмотреть. Дело в том, что мне сделали полную мастоптомию и сохранили только кожу и сосок. Кожа сама по себе тоненькая. Сейчас мой хирург решил, что давайте ещё чуть-чуть пошкряпаем на вот этой вот тоненькой коже, потому что опухоль находилась очень-очень близко к коже. И возьмём анализ из самой кожи. То есть есть вероятность, что это не последняя операция. Сейчас после этой операции отправят на анализ этот материал, который они пошкрябают на вот этой вот зоне, вот где была опухоль и под соском, отправят на анализ. И если анализ покажет, что и там в коже есть раковые клетки, будет третья операция, и они удалят и кожу, и будут уже в будущем делать реконструкцию груди уже с помощью экспандера. Конечно же, мой хирург делает это, чтобы подстраховаться, и мы все надеемся на то, что это последняя операция. Но результат гистологии показал, что всё-таки не убрали всю опухоль. Не знаю, если такой анализ делается в России. Сейчас я вам покажу. Вот в моём анализе, где написано, что мой рак всё-таки гормонозависимый, так же, как и в начале, я переживала, что в Румынии мне сделали плохо гистологию, может быть, у меня вообще другой вид рака. Нет. Оказалось, что такой же вид рака, как и в самом начале, радует то, что КИ-67 или МИП, как его ещё называют, в начале был равен 25%, то есть опухоль развивалась быстро, а сейчас он равен только 10%. Также здесь написали, что 6 из 6 лимфового слов у меня были поражённые. В правой груди найдено множество образований на все доброкачественные, то есть была киста, была фиброаденома, но то есть раковых клеток не было в правой груди. Ещё есть вот такая вот штука, которая называется R-классификацион. Я не знаю, как это на русском, существует ли такой анализ или нет. Так вот, когда этот R равен 0, тогда значит, что остатки опухоли не остались в груди. А когда этот R равен R1, это значит, что остатки опухоли ещё остались. Остатки остались, это, наверное, не очень звучит, но по-другому я не знаю, как изъясниться. То есть вариантов нету. Есть или R0, или R1. Мне так объяснили. И именно потому, что здесь R1, мой хирург решил достать силикон и почистить, пошкряпать по моей шкурке ещё один раз. Я думаю, что он это делает для страховки. Я надеюсь, что он это делает для страховки. Но я не могу быть уверенной, что это последняя операция в моей жизни. Дальше, что они мне тут предлагают? Они мне, конечно, вкратце всё сказали, но мне хоть на китайском рассказывай. Мне важны лишь эти цифры, которые, в принципе, на всех языках одинаковые. Сама гистология, в принципе, гистология пришла, такая как целая петиция на три листа. Но само заключение, сам диагноз, это всего лишь вот эти вот несколько строчек, две или три строчки, вот такие вот. И, в принципе, всё понятно. Всем онкобольным, кто знает свой диагноз, они уже могут посмотреть, как было в начале, как уже в конце лечения. То есть это не столь сложно. Ну, в принципе, у меня сейчас и беседование было не с моим хирургом, вообще с другим врачом. И он мне нарисовал на бумажке, как будет выглядеть операция, что мне буду делать. Просто нарисовал грудь, нарисовал, что опять будут резать в том же месте, опять буду доставать этот силикон. Конечно, всё сложно и, конечно, всё неприятно из-за того, что, ну, во-первых, операция, во-вторых, наркоз. Я ещё буквально три дня назад плакалась, что у меня синяк ещё не сходит до конца, и отёчность тоже самая. И вот этот вот бронежилет, он просто меня душит. Но днём это, ну, как бы проблем никаких нету. А ночью это такое ощущение, что на какую-то рану или на... Ну, вот когда ты себе где-то что-то натираешь, и тебе туда сверху прикладывают руку. Вот такое вот как раздражение я чувствую от этого лифчика. Днём, конечно, я его совершенно не чувствую, потому что я весь день что-то делаю, чем-то занимаюсь, и я забываюсь. А вот ночью, когда я ложусь, у меня просто уже терпения нету снять его. Это получается, что если операция будет на следующей неделе, то этот лифчик уже начинается отсчёт уже с следующей недели, три месяца, да. Получается, что ровно через месяц после первой операции у меня будет вторая операция, и уже три месяца после второй операции, опять же, нужно носить этот лифчик. Но неприятности эту мы переживём. Также здесь в гистологии я вижу, что врачи обсуждали между собой вопрос химиотерапии. Оказывается, что после операции, в зависимости от того анализа, который придёт после второй операции, уже будут решать, будут ли мне делать химиотерапию, или сразу же уже буду делать лучевую. Пока весь этот вопрос ещё не закрыт, окончательного решения пока весь нету. Это уже время покажет. И всё. Что ж поделать, я уже давно, с самого начала, настраивалась, что путь к победе будет долгим. Поэтому, чё ж тут удивляться, диагноз-то не просто простуды какая-то, а самый серьёзный. Привет! Что ты там делаешь в загоне? Фильм смотрю, делаю процедуру. Процедуру. Снимаешь меня без помады? Хе-хе. Некрасивую. Красивая, красивая. Аппарат работает. Рука тоже? Да-да-да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и рука будет работать. Ну да. Разработку ж надо сделать. Спасибо немцам. Спасибо фашистам. Да-да-да, за стульчик и за разработки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!